ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Автомобиль Hyundai Creta с пробегом, выпущенный 4 года назад, подорожал за это время более чем в 2,5 раза. Кореец, по данным агентства Автостад, является лидером списка 4-летних бюджетных кроссоверов с наибольшей остаточной стоимостью. Далее в перечне с незначительным отставанием друг от друга располагаются Cherry Tigre 4, Renault Duster, Chang'an, CS35+, и Toyota RAV4. Стоимость последнего за указанное время увеличилась ровно в 2,5 раза. Сейчас средняя стоимость авто на вторичном рынке составляет порядка 1,5 миллионов рублей. ТРАССА 101 Toyota представила новое девятое поколение Camry. Впрочем, это скорее существенная переработка текущего, восьмого поколения. Платформа осталась прежней, да и кузов сохранил свои черты. Главное новшество заключается в том, что модель лишилась атмосферных и турбированных двигателей. Отныне будет только гибрид. Он состоит из бензинового мотора и двух, либо трех электрических агрегатов. В последнем случае машина обладает полным приводом. Мощность 228, либо 235 лошадиных сил. Добавлю, официальных поставок Camry в Россию сейчас нет. Отдельные экземпляры ввозятся из Китая по параллельному импорту. ТРАССА 101 40% россиян не против возобновления выпуска автомобилей под брендом «Волга». Это выяснилось в ходе опроса. Вторым по популярности ответом стала «Нива». Правда, тут возобновлять ничего не надо. Внедорожник практически в неизменном виде продолжает выпускаться автовазом с 1977 года. Третьей в списке оказалась «Чайка». За ней следуют «Победа» и «Москвич-412». Добавлю, летом 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров действительно сообщал о планах по возрождению производства «Волги» и «Победы». ТРАССА 101 Для подразделений ГИБДД в нескольких регионах страны закупили кроссоверы «Хавейл F7», изготовленные на заводе китайской компании в Туле. Интересной особенностью таких патрульных автомобилей является то, что эмблему «Хавейл» на радиаторной решетке заменили буквами «ДПС». Дилерская стоимость такой машины почти 3 миллиона рублей. Комплектация «Элит». Плюсом в 600 тысяч оценивается стоимость спецоборудования и внешней атрибутики. Ранее парк ГАИ комплектовался автомобилями «Шкода Октавия», «Хёнде Солярис», «Лада Веста» и «УАЗ Патриот». На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «ТРАССА 101». До свидания. ТРАССА 101